Ура! Прекрасная возможность увидеться в прямом эфире. Огромное спасибо, Максим, что уделили время. Да ладно. Сейчас время сколько угодно, знаете. Не, ну там, я слежу, я видела, что у вас там идет полным ходом запись уже нового альбома. Нет, ну как полным ходом, я просто делаю его, сижу тихонечко. И все. Конечно, безумно интересно, чем сейчас занимаются артисты и музыканты на карантине. Очень интересно, как вот вы проводите свое время. Ну, вот я честно, значит, поскольку у нас так получилось, что мы с семьей разделены на карантине, так вышло, что они в Москве, а я, так сказать, забаррикадировал. То я здесь, а дом большой, мне пришлось самому все убирать, мыть, стирать, гладить. Самому? Да, конечно, я вообще один все обслуживаю, сам себя готовлю. Ну, правда, как? Я готовлю, ну, типа, не сложную еду, мне неохота, честно говоря, так вот прямо от этого все там не хочу. Я готовлю макароны по-флопски. Да, это блюдо такое, да, от Максима Падеева? Не, ну, это просто макароны и туда тушенку. Бум! Тушенку? Максим Падеев вот это, да, да. Я скажу больше, я ем, во-первых, я ем тушенку только курганскую, нашу. Да, вот, кстати, курган, если меня кто-нибудь смотрит, мясокомбинат обожаю, наш курганский. Значит, они мне прислали какой-то, значит, горох с копченостями, значит, рис с тушенкой, гречка с тушенкой, и перловку с тушенкой, вот. У меня сейчас такой рацион. Обалдеть. Я даже, вот, представляете, даже звезды едят тушенку, которые все бегали, закупались в первые дни с гречкой. Я не знаю, как звезды, но я ем. Я вчера читала ваш инстаграм, меня безумно заинтересовал пост про происхождение вообще всего этого вируса, этой пандемии. Вирус, что это? Мне все это напоминает Моисея в Египте, когда фараон отказывал ему в просьбах. Это я говорю о том, когда, когда, если вот помнят, те, кто смотрит, да, когда Рамзес, я не помню, второй, по-моему, когда, это брат Моисеев был, Моисей же был подброшенный ребенок, найденный, так сказать, в воде, ну, как бы еврейский мальчик. Вот. И он вырос в египетской семье, собственно, он вырос по этим всем принципам и так далее. Но сердцем остался вот все-таки со своим народом. И вот момент, когда он пришел и сказал, я хочу, чтобы мой народ ушел, отпусти. И Рамзес сказал, нет, этого не будет. Будете работать и будете там и так далее. Он сказал, ну, тогда Всевышний направит на тебя болезни. Все, очень все похоже. И очень мне напоминает, и очень напоминает в Апокалипсисе, в Иоанн Богослов, по-моему. Там есть фраза, когда ангел вышел и разлил чашу первую, и заболели люди, проказы разные. Ага, то есть вы видите в этом какие-то параллели? Вижу. Да я не просто вижу, я чувствую, что сейчас время, которое очень много расставит на свои места. И многих поставит на свои места. Это такой вот, это такой, это такой рентген, чистка такая вот, настоящая такая, знаете. Я имею в виду духовная, душевная, духовная. Я не говорю о, так сказать, о гибели людей ни в коем случае, потому что это, безусловно, трагедия. Я говорю о духовной составляющей. Я уверен на миллион процентов, что это связано. А вот интересно, чистка, это же значит, что, ну, как бы, в данном случае там общество от чего-то избавится. Вот как вы считаете? Я говорю только о нем. Я говорю, чистка людей, ну, опять же, если обращаться, так сказать, к старым каким-то писаниям, да, когда Бог разделит овец и козлячих. Ну, то есть, вот сейчас у меня, я не хочу привязывать, я не хочу, чтобы, так сказать, надо мной какой-нибудь потешался атеист. Нет, дело не в этом. У меня просто есть основание говорить, да. У меня была клиническая смерть, и она длилась почти три минуты и двадцать семь секунд. То есть, много. И, так сказать, у меня тоже есть определенные воспоминания. Я не буду ими делиться, но я могу сказать, что там все есть, все, все нормально. Многие говорят о переоценке ценностей, да, которые сейчас происходят. Потому что, по большому счету, сейчас все равны. И сильные миры. То, что я и сказал, что одна маленькая бактерия загнала всех, поставила всех на колени. Одна маленькая бактерия весь мир поставила на колени. И вот теперь те сильные, которые говорили, что они сильные, пусть покажут сейчас свою силу. Пусть покажут. Или они все сейчас по домам все сидят, как мыши. Может быть, это и есть, так сказать, все вышли. Ну, мне так кажется. Я уверен, что сегодня нас всех уравняли. Всех. Фунт. И все абсолютно под одну гребеночку. Все одного роста. Вот и все. У меня, вот, например, столько было интересных проявлений за последнее время человеческих. То есть, столько разочарований. Вот я имею в виду в момент пандемии, да, я просто увидел столько в людях интересного, что просто в шоке. Ну, то есть, я продолжаю удивляться. А вам не кажется, это все реально какой-то такой чисткой, даже не общества, а вообще атмосферы царящей, настроений. Вот я и говорю духовно, я про это и говорю. Я говорю про духовную чистку. Она, ну, вот нам всем сегодня дана возможность задуматься. Я вот про это. То есть, нам всегда некогда. Мы всегда куда-то спешим. У нас есть куча дел. Правда? И нам некогда подумать ни о нем, ни о детях, ни о чем-то там еще, ни о жизни, ни о деревьях, ни о море, да, которое загадили и всю нашу планету загадили, до какой степени. У нас нет возможности об этом подумать, как бы. А теперь эта возможность появилась. Подумайте. Подумайте, что мы сделали с нашей планетой. На нее страшно смотреть. Она заполнена засорена мусором, дерьмом. Мы из нее качаем эту кровь, эту нефть. Хотя можно добывать совершенно другим способом электроэнергию, развивать ее, как Германия, так сказать, крутящиеся все эти мельницы и так далее. Пожалуйста, то же самое, та же энергия. Но это не выгодно. Выгодно нашу землю качать, рыть ее всю бедную. Вот она и дает себе знать. Она нет, нет, тряхнется, а мы там умираем миллионами. Она плечом тряхнет, а мы там, так сказать. Кстати, еще говорят, астероид летит как раз к Земле. 29 числа должен коснуться, как говорили, как пишут, опять же, я не берусь, так сказать, но вот как пишут, должен коснуться атмосферы. Я не знаю, но если 4 километра диаметром, это не тот. Мы не выживем тогда, не вообще. Тут как по чистке. Это сейчас шутка, что ли? Нет, если этот астероид притянет, то, собственно, шансов нет вообще. Ну, как бы, нет. Очень много говорят про убытки, которые несет музыкальная индустрия сейчас. Ну, то есть, понятно, что ни у кого нет ни гастролей, ни концертов, все так же сидят. Вот так. А как вы считаете, что с ней произойдет, когда все это пройдет и карантин закончится? Ведь это очевидно, что далеко не все выживут, так скажем. Нет, я просто, мое глубочайшее убеждение, что выживут только очень сильные личности выживут. А вся шелупа, естественно, она вся сейчас по это, но у нее нет выбора. А шелупа гастроли начнутся там, я не знаю, ну, где-то в сентябре, в лучшем случае, ну, август, может быть, кто-то еще застанет. Это если пандемия закончится, так сказать, к маю. Тогда можно забивать концерт и уже на что-то надеяться. Но я не говорю еще о экономической составляющей, она же тоже непростая, понимаете. поэтому все А можно сформулировать, вот что самое важное, что потеряют все, в принципе, вот артисты в индустрии звезд в российском шоу-бизнесе, что от всех, вот когда все это закончится все-таки, какая, на ваш взгляд, самая такая потеря будет для них, для всех? Деньги? Ну, конечно, деньги. Конечно, деньги. Я хотел назвать время, а потом ты меня поправил. Деньги, деньги, конечно. Я уверен, что 90% моих коллег будут за это переживать. Я уверен. А не случится ли так, что вот потом, когда все это пройдет, у нас останется, так скажем, не 200 действующих артистов, а допустим там 20? Я сказал же, что останутся личности, останутся сильные, а все вот, все такие слабенькие вот эти вот артисты одной и двух песен, они, конечно, все, им будет сложно убедить людей второй раз. То есть пауза в полгода это слишком серьезная пауза. То есть нужно людей будет убедить еще раз, что ты молодец. Ну то есть написать еще один подобного рода сильный хит, который бы тебя смог привлечь точно так же, как, грубо говоря, они шли на тебя сегодня. Более того, я уверен, что в этот период появятся новые лидеры. Вот я уверен. Появится обязательно, если это продлится месяц, появятся, вы видите, появятся совершенно новые люди с новыми гармониями, с новыми ощущениями. Сейчас вот это вот, так сказать, время вот этого бита 65 темп, он потихонечку уже уходит. Слава Богу. А бит 65 темпа, это что, просто расшифровать, уже не все понимают. Ну, это просто такой традиционный бит, собственно, на котором играют абсолютно практически все рэперы, так называемые, так сказать, новой школы. А может быть, Максим работает сейчас над каким-нибудь, как раз таким артистом, которого стоит после всего этого, когда пройдет, выпустить? Нет. Нет? Нет. Я не хочу больше работать с артистами. Я буду работать только с мастерами, с личностями. Только с мастерами. Ну, то есть, я буду работать с равными. То есть, кто владеет композицией, инструментами, голосом, я не знаю, партитуру может прочитать и так далее. То есть, вот, я хочу работать с равными. Все, мне надоело вот это вот вечное, так сказать, няньканье. В общем, ладно, не о чем. Но вот очень много вопросов все-таки по поводу возрождения группы Серебро, я читала. Смотрите, да, меня атакуют, на самом деле, по поводу этого. Я даже не знал, что такое какой-то интерес к этой группе. А как это не знали? Нет, 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 я не знал, нет, нет, я не знал, что это будет, ну, то есть, ну, разрослась группа, разошлась, грубо говоря, да, но вот люди хотят получить еще что-то, вот, что-то получить, и это меня удивляет. То есть, меня вот это удивляет больше. Что касается Серебра. Да, Серебро будет существовать, более того, мы сделаем какое-то очень большое, серьезное шоу на на эту тему на федеральном канале, на первом, думаю. Это шутка была. Ну, если получится. Ну, а так, на каком-то из федеральных каналов. Буду надеяться, что на первом, но... А состав, состав группы, очень много вопросов, к какому Максим Падеев планирует подключить? На самом деле, я просто думаю, что я сам найду людей, артистов, сам найду их. И потом с этими... То есть, я не буду делать вот этот кастинг «Приходи, кто хочешь, двери открываются, двери скрываются». Так уже было, да. Нет. Это совершенно безобразная история. Я могу сказать, что я очень жалею о многих шагах, которые я совершил. То есть, я очень большие ошибки сделал вот в направлении тогда. Мне не надо было делать эти кастинги. Как хорошо, что я вот всю эту историю закрыл и просто вот, ты представляешь, как хорошо? Так вовремя все это получилось, слава богу. Что я сейчас лежу. Нет, я знаю точно, что мне было бы, я бы сидел, мне бы я бы посадился в машину и ломился бы куда-нибудь, что-то вез, куда-то приезжать. Было бы так. Решал вопросы. Я всю жизнь за них решал все вопросы. Мне надоело. А сейчас я сижу и они звонят. у меня такое какое-то странное ощущение, где они звонят. Меня никто не дергает, меня никто не... Мне надо что-то справлять. Вот этого нет. Вот этой какой-то постоянной паники дикой. Вот я жил какой-то постоянной в ком-то, знаешь, что-то... Я спал, вот чтобы было понятно. Я спал за последние там вот последние три года. для меня нормой было три часа. Норма. Да. Ну, то есть, как бы, я спал, потом в какой-то момент я вдруг понял, что я уже не могу даже ходить. Я не то что думать. Я уже просто как этот был овощ. Я весил сто девяносто восемь килограмм семьсот грамм. Сто девяносто восемь килограмм. Сейчас я знаю, что вы похудели вообще просто на какую-то фантастическую... Сейчас я вешу сто шестнадцать. Но мне осталось двадцать килограмм, и я буду нормальным мальчиком. Вот. То есть, пока еще вес есть лишний, но я сделал все, что могу. Я просто к чему говорю? Потому что вот та ситуация, которая была у меня, она меня заставляла... Вот кто-то нервничает, он не ест. А я заедал постоянно свой стресс. И получилось так, что я уже в дверь не входил. И мне казалось, что это нормально. Я серьезно говорю. То есть, я смотрел в зеркало, и мне казалось, что не так все плохо. А сейчас, сейчас, когда я вешу сто шестнадцать килограмм, я смотрю на себя в зеркало, я думаю, господи, какой кошмар, как все плохо. Но это наверняка специальная диета еще какая-то, я так понимаю. Но это... Этим я поделюсь обязательно с людьми тучными, потому что вот сто процентов я точно знаю, что они будут худеть. Вот сто процентов. Более того, не будут терять... Вот я могу подсказать только одну штуку. Одну штуку. Каждому, кто хочет утром шестьсот грамм горячей воды, горячей воды пить. Просто горячую воду. Приятно обжигающее горло. Не кипяток, а приятно обжигающее горло. Чуть-чуть. Значит, шестьсот грамм и три раза в день. Обязательно горячую воду. Утро, день, вечер. Даже не представляете себе, как вес будет уходить. Просто даже от этого. При этом будете соблюдать то же питание, как и ели вы. Все делайте, но только перед едой. Выбивайте горячей воды шестьсот грамм. Вот прям перед едой. Сидите, 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 а потом кушаете. И вот вы удивитесь, поставив чашку большую, вы съедите три ложки. Все. И вот таким образом пойдет небольшое, пойдет небольшое снижение. Такое вот. Потом я могу рассказать еще. Если хочешь, у тебя же в эфире, пожалуйста. Скажу, что дальше делать. Как раз есть сейчас людям заняться своей формой, своим весом. Сейчас никуда не надо есть булки на бегу. Не надо вот это вот все фаршить. А сейчас, я и говорю, сейчас уникальная возможность просто прочистить все. Голову, дом, одежду. Да, все же как-то разбирать шкафы стали. Я, 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 мальчик, я разбираю шкафы, вытаскиваю книги, все книги, пылесошу. У меня специальный маленький пылесос. Я открываю книжки, каждую страницу пылесошу. Когда бы я это делал? У меня вот, я могу показать, если это видно. Не видно? Видно, видно. Огромная библиотека. Да, у меня огромная библиотека. Но это я сижу в маленькой библиотеке. У меня по дому там много, в общем, библиотек. И книги разного, в общем-то, направления. И научные, ну, научные книги, и художественная литература, и, я не знаю, ну, в общем, я не знаю, ну, в общем, все. У меня практически есть, наверное, ну, 10 тысяч книг у меня, короче. Каждую, каждую же надо все равно прочитать там. Нет, 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 нет. Нет, но я могу сказать так. Я, наверное, почти к каждой книге обращался. Я бы так сказал. Прочитал, конечно, я не все, но я думаю, что половину из этого я прочел. но обращался, я думаю, что я, ну, может быть, ну, 80% книг, я к ним обращался. Конечно, наверное, есть книги, которые я еще, наверное, не знаю, да, да, может быть. Потому что у меня библиотека отца досталась, она еще, я ее не разобрал, а там тоже, там еще, да, она лежит, я буду разбирать библиотеку. Это очень здорово. Я, я хотела еще задать такой вопрос про, как вы оцениваете то, как ведут сейчас себя люди, когда объявили это положение. Мы все смотрели массу репортажей, когда объявили, что неделя, значит, не рабочая, и всем надо сидеть дома, что сделали люди? Пошли гулять, пошли на шашлыки, пошли встречаться. Я, я был в шоке, когда, вот, три дня, когда ты думал, дня четыре назад, да, три, четыре, на патриаршах, да? На патриаршах. это видео обошло все, когда они там, то есть, это, это, вот я считаю, что это, это не люди, это бараны, вот я серьезно говорю, то есть, человек, который идет, понимая, что он является, так сказать, источником, возможным источником заразы, он идет на улицу, он чихает, там дети, там старики, там, ему пофигу. Я вообще в шоке, идут в караоке, поют там все, между собой, фу, я, фу, для меня это такое, я когда это увидел, у меня был просто шок, я так разочаровался, у меня, короче, что в голове у таких людей, вот, я смотрю, насколько уровень эгоизма какого-то, наплевать на всех, но главное, я удовлетворю свои желания, пойду потусуюсь, пойду, как, как им объяснить, что надо сидеть дома, вот сейчас ввели уже карантин, все, тем не менее, все равно там кое-где, кто-то там ухищряется, поехать домой в другой город, потому что пока не закрыта, железная дорога, кто-то еще куда-то там, они все воспринимают это просто, как своего рода каникулы, ну не все, но большая часть, вот что можно еще сказать людям, такого, чтобы до них дошло, что все это серьезно, что это не приколы, что это не меры предоставления, что это опасно, сейчас ходить везде. Понимаете, вот, я могу обратиться еще раз и еще раз, могу тысячу раз сказать, но вот если он муравей, вот как ему объяснишь, вот ему я могу на коленях перед ним стоять, он возьмет палочку и потащит ее, ему не важно это, он не понимает, вот как ему объяснить, я не знаю, как объяснить людям, которые идут, так сказать, в рестораны, в момент, когда исправляют дни рождения, уж не буду ни о чем говорить, исправляют дни рождения, там какие-то усилители, собирают толпы людей, я не понимаю. может быть, пока они так ведут себя, пока их не коснется, пока у них в семье что-то не случится, только тогда человек понимает, что на самом деле все серьезно. Ну, конечно, конечно, у человека есть такое свойство, он всегда думает, что его это не касается, ну, где-то там бомбит что-то, ну, а вот когда сейчас коснулось каждого, ой, ой, как все поменялось. Я же говорю, я наблюдал такое поведение людей, вот за эти последние там 4-5 дней, 6, ну, там, когда это все начиналось, я уже на карантине, где-то 6-7 день, на самом деле. А вот оправдываете ли вы меры такие, например, показывают кадры из Индии, да, где полиция выходит... Однозначно. ...палками бьет. Однозначно. А как с ними разговаривать, если они не понимают? Ну, если они не понимают, в Индии, да, у нас стукни, пойди. Вылетают вот эти все эти защитники-то. И на этой теме поедут. Ой, я не знаю. А как вы думаете, как сейчас себя ведут, например, то же самое телевидение? Я вот знаю, что в других странах у них там какой-то свой подход. Кто-то там делает так, чтобы в эфире вообще... Вот французы, как они сделали, французы? Они переформатировали свое телевидение за сутки, буквально там сутки-двое, да, и смотрите, что у них. У них каждые 10-15 минут идет памятка. Мойте руки так-то. Делайте так-то. Объяснение, как будто вот детям. Они расшифровывают, как детям, как нужно защищаться, сколько раз нужно это, сколько так, а если ты вышел, что нужно сделать? И вот это вот постоянно-постоянно... Они включили свое старое французское кино. Вот это вот великолепное французское старинное кино с Луидо Финессом, с Фернанделем. И они это все включили для французов. То есть они сделали максимум. Посмотрите наш федеральный канал. Я не знаю, что там за люди работают. Кто это? А что конкретно не нравится? Что-то вот такое... Ну так ничего же не объясняют. Ничего не происходит. Ну происходит в мире серьезная, чрезвычайная ситуация. Или мне кажется? Ну конечно, конечно вы правы. Но я имею в виду, что, например, вот то, что показывают, да, вот я например смотрю там... Ну не образованный народ у нас. Ну не образованный народ. Объясните. Надо больше образовательных программ. Ну почему в Индии бьют палками? Не образованный народ. Он не понимает. Они не понимают, что с них хотят. Им говорят какой-то вирус. Что за вирус? Давайте посидим. Нам молиться надо. Им там вот. Какой вирус? Что-то вирус. Естественно, их начинают их начинают лупить палками. Ну да. Если у человека нет, он не понимает. Не образованный человек. Ну давайте начнем там первобытных людей каких-нибудь, так сказать, избивать за то, что он не понимает. Не понимает нас. Ну не понимает. Он вырос в других социальных условиях. А вот нам пишут в комментариях. Коронавирус это мировой развод. Типа не верьте. Вот это что за люди? Как вы думаете? У кого такое в голове? Бозиськи. А кто пишет-то? Кто пишет-то? Просто я читаю комментарии. Видать знает, кто пишет-то. Знает, видать. Точно знает. Развод мировой. Что это все фикция, что это зачем-то кому-то нужно. Ну да, поэтому 70 тысяч человек умерло. Фикция, безусловно, а что тут? Конечно. И испанка была фикция. Помните, да? Испанка. Конечно. Самый чудовищный это был вот этот грипп тогда, да? В те времена, когда просто вымерло там, я не знаю, сколько. Там миллионы людей умирали. Да. Миллионы. То есть там вымерло 50% Европы. Ну, не 50, конечно, но какой-то большой процент. Я не буду, так сказать, вот это вот в процентах, чтобы потом не быть голословным. Ну, в общем, достаточно большой процент в Европе умерли люди. Ну, что это? Вот испанка. Тоже смеялись. Когда начиналась испанка, все было то же самое. Все смеялись, ха-ха-ха, бары, бары, казино. Ну, не казино, там, бары, рестораны, будьте любезны. Италия. То же самое. Когда объявили, а, феста, танцуем, поем. То у нас то же самое. Танцуют, поют. Я в шоке. Я боюсь, что, не дай бог, не дай бог, я буду молиться каждый день за это, чтобы этого не случилось, но не дай Господь, у нас будет итальянский сценарий. Не дай Бог. Ну, в Италии все это было связано прежде всего с тем, что страна была не готова, у них не было ни количества медиков, ни количества больниц. У нас, говорят всем, что у нас все это подготовлено. Ален, у нас единственное, нет, здесь в Италии, вот я объясню, почему там такая трагедия, объясни. Да. У итальянцев нет культуры антибиотиков. У них просто нет этой культуры. Вот как у немцев, у французов. У французовщина антибиотиков, мы. Мы только на антибиотиках живем, так сказать, мы, по-моему, их даже и изобрели. Пенициллин, это же наше изобретение, по-моему, да? Какое-то из врачей. Боюсь ошибиться. Ну, неважно. В общем, я точно не могу сказать, но мне почему-то кажется, что пенициллин это наше изобретение, российское. Ну, не будем. Его получали из хлеба, по-моему, из плесени хлеба. Вот. Не буду той, да. Вот. А у итальянцев нет этой культуры. Поэтому, конечно, они были застали их врасплох. Вирус застал их врасплох. И, конечно же, так сказать, представьте, у них нет аппаратов вентиляции легких, нет антибиотиков, нет макролидов, которые нужны вот в этот момент, да, так сказать, разные отхаркивающие, так сказать. вот этого ничего не было. И, конечно, у них гигантская смертность, что президент Италии, насколько я вот знаю, не знаю, смотрел или нет, где он выступил с заявлением о том, что страна Италия может закончить свое существование. И это не шутка. То есть, ну, вот человек, который говорит о том, что это фейк, наверное, это вот, да, он угадал. Нас просят вернуться к творчеству, я читаю комментарии. А ты уже? Да, вот буквально на днях вышел клип новый Максима Фадеева «Бугуша». Я хочу рассказать ребятам и слушателям, вернее, зрителям, то, что я присутствовала при съемках этого клипа, когда я была на пале, я была в гостях у Максима, и он при мне снял этот клип фактически за несколько часов. Да, за два часа. За два часа. Результат все увидели в Ютубе, и кто-то не поверил. Да, не верят. Я очень хочу, чтобы вы реально зашли и посмотрели. Ребята, это снято на айфон, это монтировал сам Максим. Рекламу, реклама, они будут говорить, что это реклама, не называй. Это было снято на телефон. Я всегда говорю на телефон. И смонтировано с помощью программ телефона самим Максимом. Причем не самый, да, я же при тебе монтировал сидел. Прям в программе, прямо в телефоне. Причем это телефон не самый последний. Не самый последний. Сейчас можно снять лучше. Но меня заинтересовало кое-что другое. В клипе, если там стопить некоторые кадры, были видны надписи на арабском. Это не арабский. Это просто стилизованно подвязь. Это английский язык. Это просто такое мое послание. Послание кому-то, да. Ну, интересно же сожжиться. Нет, просто послание кому-то. Вот, вот, расшифровываясь. Очень всем нравится такой своеобразный птичий язык, на котором вы поете. Я увидела сейчас комментарий. Если Максим сможет исполнить что-то из нового, что он там, может быть, сейчас сочинил на этом языке, будут счастливы у нас, если, конечно, возможно. Ну, я ничего сегодня не сочинил. Но, я выложил вот то, что я спел. Понимаешь, я скажу, что я немножко неловко себя чувствую. Я типа, типа, ты типа, типа такой на английском поешь, якобы. Ну, а на самом деле такой подбор каких-то случайных слов там и так далее. Единственное, что я делаю таким образом, я мелодический грув ищу. То есть, меня получают, я нахожу вот эти ритмические формы и все. Я потом описываю это в тексте. Ну, текстом написываю этот ритм. Вот я так делаю. Битлз делали так же, кстати. И многие так делают. А вот альбом Ножницы часть вторая, каким он будет? Это будет современная музыка, это будет современный я. Но все равно я. То есть, это буду я. Я сделаю без учета в каком-то коммерческом направлении. Вообще без учета на коммерческую. То есть, мне это не нужно, вот это уже, знаешь, есть успех, нет успеха у песни. Мне без разницы. Есть он, нету. У меня есть люди, которые приходят на мои концерты. Да. Я для себя я все понял. Когда мы ездим, собираем, ко мне приходят стадионы. Да, я сама лично присутствовала на концертах Максима Падеева. Конечно, это были отзывы. Мне просто стало все понятно. То есть, в каком смысле, что людям нужна музыка. Нужна. Нужна. И я для них буду это делать. Вот и все. Вот я живу, и я буду делать эту музыку, пока я живу. Вот так. Хотелось спросить, все-таки, какой у вас прогноз, как все будет дальше развиваться, и когда все-таки это закончится, может быть. такой своего рода прогноз хотелось бы от вас услышать. Что будет дальше? Потому что непонятно, у кого спрашивать. Так нет, я тоже, так сказать, я могу только интуитивно предположить. С бизнесом, я думаю, что будет очень серьезная проблема, потому что бизнес упал. Упал сильно, жестко, уволено гигантское количество людей сейчас. Я думаю, что будет очень тяжело среднему бизнесу и вообще населению сейчас, особенно молодым. То есть, если раньше им было легко найти работу, то теперь как раз ее будет им найти нелегко работу этого. Вот, вот мое такое ощущение. Значит, далее, мне кажется, что это закончится, может быть, в нашей стране. Я думаю, что это закончится, возможно, к маю. Это очень прогноз, потому что говорят, что надо готовиться к 3-4 месяцам. если, вот я хотел сказать, если все, как мы говорят наши, так сказать, все власти, чиновники, да, что они вот все привели в порядок, то будет, я думаю, что будет нормально. Это при условии, если народ будет соблюдать. Это только при этом условии. Это только при этом условии. Но с нашим народом безответственным. Я думаю, что если пойдет все по итальянскому сценарию, то мы доедем до где-то июля месяца. Как только повысится температура, я имею в виду, вирус не живет при температуре 25-27 градусов. То есть, он сам по себе уже в атмосфере начнет умирать, в воздухе, я имею в виду. Ну, вот мне, это на мой взгляд, я не, так сказать, не предсказать. Ребята, еще раз хочется обратиться ко всем. Если все мы настроены на то, чтобы к маю все закончилось, действительно, нужно очень жестко соблюдать требования правительства, распоряжений мэра, сидеть дома, не нарушать ни в коем случае карантин. Если вам жалко ваших детей, ваших матерей, отцов, сидите дома, не болтайтесь по улице. Правда. Это не шутки, это не какие-то там придумки, это вот это все рассказы, ой, да это вот не будет, не будет. Я не хочу сейчас кошмарить, но я бы мог сказать такое, что у многих бы просто застыло бы в горле. Понимаете? Что это? Ну, если не будут соблюдать правильное поведение, то начнется очень серьезная, очень серьезная история. И тогда это закончится уже военным положением и так далее. То есть, это не шутки. Это не шутки. Я всем предлагаю послушать Максима Фадеева, послушать слова и действительно отнестись со всей осторожностью. Если вы хотите куда-то сейчас пойти, но не терпится вам выйти погулять, все равно сидите дома, не нарушайте, не исключите все передвижения, ходите только в магазин и аптеку, как это предписывается везде, во всех указах. Ребята, будьте, пожалуйста, как сказать, вспомните действительно о своих близких, о пожилых людях, которые подвержены, подвержены достаточно всего. Конечно. И самое главное просто относитесь серьезно к этой проблеме, не думайте, что это какая-то там ерунда или что-то, это кто-то там что-то вам сказал, ай да. Я еще, знаешь, мне позвонил врач, не будут называть в какой больнице, не самая, так сказать, последняя у нас больница, так сказать. Говорит, ты как вообще? Я говорю, я на карантине. А что, да, сейчас, сейчас, вот. Я говорю, ты сейчас серьезно? Он говорит, да, у нас вообще. И я не болею, и я не болею, он мне говорит. Смотрю, не звонит, что-то. Там вот уже лежит на этой, где он там? Коммунарки. Коммунарки. Так сегодня новость как раз сейчас вышла, что главврач коммунарки заразился коронавирусом, к сожалению. Блин. Это то, о чем я говорю. Вот. Нужно настолько серьезно относиться к этому вирусу и к этой истории и ко всей, что, я не знаю, ну, ребят, правда, поверьте, будьте дома. Вот я понимаю, я, думаешь, я не понимаю вот их. Я понимаю, как хочется выйти, как хочется, да, сказать, да, мне ничего не будет. 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 Еще как будет. Поэтому сидите дома, читайте книги, смотрите фильмы. У вас есть возможность посмотреть сериалы классные, кстати. Вот, кстати, рекомендация от Максима Фадеева, это то, что я прям очень хотела. Давайте посоветуем кому-нибудь. Я сейчас опозорюсь. Почему? Ну, потому что я люблю такие сериалы, специфичные. Ну, это очень. Реально. Какие? Мой любимый сериал? Да. Сейчас я скажу, как называется. Во все тяжкие. А, ну, ну, это я знаю. Я обожаю этот сериал, особенно начало, когда он в трусах и в противогазе и едет за рулем и пистолет лежит, по-моему, рядом. Это очень круто. Ну, мне нравится этот сериал. Я смотрел его вот так вот просто. Мне очень нравится. Если кто-то не видел, посмотрите, пожалуйста, во все тяжкие. И книгу. Вот самое, самое, что я хотела услышать, это, чтобы вы посоветовали какую-то книгу, которую можно почитать и подумать. Не просто развлекуху, а что-то такое интересное. Рекомендация. Из художественной литературы или из философии какой-нибудь? Можно из философии, даже научной. А, научной. Вот мне будет интересное. Да. Роза Мира Даниил Андреев. Это я купила, кстати. По вашему совету, он у меня лежит там. Все хочу. Ну, она лежит же, ты же не читаешь ее. Ну, я открою. Кстати, кстати, это очень, кстати, это очень интересная книга в наше время. Вот я очень рекомендую. Она специфичная, она сложная. Не для каждого человека она будет легко даваться. Там у нее есть сзади свой, так сказать, перевод. У нее есть свои слова. Свои специфичные очень в этой книге. Они переведены. То есть там есть некий свой язык. Вот. Но это, интересный философский труд. На мой взгляд, я считаю, что это одно из самых таких, но на меня это произвело очень сильное впечатление. То есть прям я очень задумался. Тем более, что вот сейчас как раз я начинаю там, я увлечен квантовой физикой, я увлечен вообще наукой. Мне очень нравится медицина. Я сейчас буду штудировать тут вообще, блин. Мне очень все это нравится. Еще художественную просят. Спросите у Максима Фаде художественную книгу какую-то. Художественную литературу? Я не знаю. Это такая, у нас на вкус. Я люблю Булгакова. Очень. Люблю Достоевского. Очень. Ну это же два абсолютно, ну вообще. То есть вот что нужно? Ну по классике, вы по классике. Да, да, да. Вы по классике классику. Наверное, кто-то пропускал в университетах. Я сама половину не читала. Нет, я люблю, я люблю, я люблю вот под настроение. Вот мне там какой-нибудь в свое время там был Мопассан, мне нравилось там разное. Потом, не знаю, у меня были разные периоды, где мне нравился тот или иной писатель. Потом я разочаровывался, потом очаровывался снова. То есть мне там, значит, Толстым вот, Алексеем. А Толстого я не очень люблю, постарше которой Льва, Льва, Леву. Вот. Мне не нравится, когда описывают вилку на девяти страницах, поэтому мне как бы это немножко хочется так дальше. И вот у меня, значит, то я очаровываюсь, то я разочаровываюсь, то, значит, у меня Алексей Толстой фарит, то, значит, уже я его не люблю, и у меня братья Стругацкие. То теперь, значит, не Стругацкие, у меня теперь, значит, теперь я весь в Достоевском, я весь в Достоевском, я все серьезно. Потом Гоффман, Гоффман, сказки, все пошло, у меня Гоффман, потом Конегр-Бунок, учу Конегр-Бунок, наизу. Столько интересного есть, что можно почитать, послушайте, что говорит умный человек. А я хочу сказать огромное спасибо за этот эфир, за то, что столько информации интересной, даже я не могу, подчеркнула, конечно, ну как же. Я не знаю, что много сказал. Я много сказал? Очень много. Поэтому, ребят, мы эфир сохраняем, вы можете посмотреть. А это был прямой эфир, что ли? В смысле, это не запись была? Это был прямой эфир Инстаграм, который можно сохранить, и мы его сейчас сохраним. А мы будем с терпением ждать. А я там не день опозорился? Нет, все было хорошо. Да? Я думал, что ты это запишешь, потом порежешь это все. Нет, мы просто это... Резать надо? Ну ладно. Нет, я думал, я же не знаю там, я просто не знал. Я тогда бы камеру не дергал, я бы как-то ее там, как-то удобнее держал. Нет, это придает живости нашему эфиру, все нормально. Я просто вижу, что рука устала уже у вас. Ну, я могу с тобой еще поговорить, на этой руке. Хочешь вот так? Это еще держит. Нет, на самом деле, мы уже практически все темы обсудили. Я уже, мне не терпится открыть розу мира, я вспомнила про нее, вот она у меня лежит, и сериальчик какой-нибудь посмотреть. И чего мы всем с Максимом Фадимовым советуем. Кстати, еще есть классный сериал про расследование, как он, напомни мне, море, сейчас, он шотландский, по-моему. Брод Чорч? Убийство на пляже? Да, Убийство на пляже. Да, это шикарный сериал, мой любимый сериал. Классный сериал, посмотрите, он, может быть, сначала не затянет, вот по ощущениям, но потом он, блин, он втыкается, я не могу отравиться. Но, вот, во все тяжкие, это просто мой любимый, я его обожаю. Вот этот, вот в трусах мужик, я не могу, это реально. Даже мне захотелось, я не видела, я, короче, все себе завязала. Ты не видела этот сериал? Я включала, кто-то меня отвлек, надо заново все пересмотреть. Сейчас, тем более, есть время, ребят, смотрите сериалы, читайте книги, слушайте музыку. Обязательно. И читайте, читайте книги, читайте сказки. Кстати, если сказку, вот я уверяю каждого, вот серьезно говорю, вот возьмите ради интереса, и прочитайте какой-нибудь вслух детям, например, ну-ка, Ершова, ну скажем, конька-горбунка, вот моего любимого. Просто, такое впечатление остается от него. Ну-ка, напомни мне, кстати, как там, вот зайди в интернет, ты можешь зайти в интернет сейчас? Я наизусть его знаю, просто мне надо напомнить первую строчку. Я могу, но я сама нифига не помню. Ну ладно, тогда, у меня, знаешь как, я, ты говоришь мне первое слово, я такой, ты, трос слова, я, опять слово, и вот забываю. Мне вот надо подсказывать, подталкивать, я знаю книжку всю наизусть. Я в свое время ради интереса даже выучивал какие-то, знаешь, за горами, за лесами, за широкими морями, не на небе, на земле, жил старик в одном селе. У старинушки три сына, старший, умный был детина, средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. Нифига себе, наизусть знает, Максим Падеев, Канька-Дородок. А дальше как там, напомни? Братья сели пшеницу, довозили в Градстолицу. Блин, не помню. Знать, столица та была недалечая от села. Недалечая от села, да. Все, у меня реклама выскочила тут. Я забыл, но, слушай, я ее буквально вот недавно штудировал, так ради интереса, ну, где-то раз двадцать я остановился, так посмотрел, ну, а так нормально. И еще, сказки, рыбаки и рыбки, Пушкин. Вообще, Пушкина, вот я считаю, что если люди не знают вот всего Пушкина, это, это, это плохо. вот я говорю серьезно, Пушкина надо прочитать, вот правда, вот всего от начала и до конца его надо знать, потому что там язык, которого нет, ни у кого, и не будет, наверное, уже никогда, потому что мы сейчас ограничиваемся восьми словами, ну, как двенадцати стульев, помнишь, у этой, как она, у нее было три слова или четыре, да, нет, или что-то, не помню я, в двенадцати стульях, у вас прекрасный мех, это мексиканский тушкан, вас обманули, это шанхайские барсы, помнишь? Курочка Ряба нам пишет, Курочку Рябу, Курочка Ряба, да, или Курочку Рябу, но она маленькая сказка, Курочка Ряба-то, лучше Гофмана, лучше Гофмана почитать, или Андерсена, Андерсена, да, определенно Андерсена, если маленьким детям, ну, скажем, с трех, там, до пяти лет, вот Андерсон, я рекомендую, просто читайте Снежную Королеву, вот эти все, совершенно потрясающие сказки, теплые, как правило, Андерсен, он во многом зимний, и, не знаю, это классный сказочник. Спасибо огромное, Максим, нам надо закончить, иначе у нас сорвется эфир, у нас ограничение по часу. Счастливо, счастливо, я ничего... Не-не-не-не, не упадешь, я надо в конце сказать. Я просто думал, сыграю, может быть, вам что-то, ну, раз вы хотите закончить. Нет, он просто там выключится, Инстаграм ограничивает часом, но это, мы столько уже обо всем поговорили, поэтому за все огромное спасибо. Это был Максим Фадея, посмотрите, он уже куда-то пошел, за книгой куда-то. на рейтинг. О! Это... Я не могу... Вот так. Вот, все. Поиграю, хотите, поиграю. Еще пара минут, да, можно. Я уже потанцую. Да, можно очень, Я импровизирую просто. Ну и так далее. Класс, спасибо огромное. И музыку послушали, все, как вы хотели в комментариях. Так хотите. Мы с вами будем прощаться. Еще раз спасибо. Будем все читать, смотреть. Все следуйте рекомендации Максима Фадеева. И обязательно еще поболтаем как-нибудь. Все. Всем спасибо. Пока. Счастливо. Пока.